Всем привет! Как мы знаем, в сентябре 2021 года состоялась премьера отличных, на мой взгляд, смартфонов Xiaomi 11T и 11T Pro. Ну что интересно, премьера совпала с выходом нового iPhone от компании Apple. Стоит предположить, что Xiaomi уже думает составить конкуренцию такому гиганту индустрии, как Apple. В этом году T-серия посвящена киномагии Cinematic, в которой заложены специальные пресеты для создания оригинальных видеоэффектов. То есть гаджет создан для творческих людей, можно сказать, что немаловажно. Стоит сказать о двух версиях Xiaomi 11T. Это обычный и Pro. Внешне оба смартфона практически одинаковые, то есть они идентичны. А также они получили одинаковые экраны, а именно AMOLED на 6,67 дюйма. Также они получили трехкамерные модули и батареи на 5000 мАч. А вот различаются они только аппаратными платформами Qualcomm Snapdragon 888 U Pro и Mediatek Dimensity 1200 U11ST. Также отличие заключается в максимальном объеме оперативной памяти. 12 гигабайт памяти у Pro и 8 гигабайт памяти у 11ST. Ну и конечно же самое главное, на мой взгляд, отличие между ними это поддержка в Xiaomi 11ST Pro ультра быстрой зарядки мощностью 120 Вт. У 11ST всего на 67 Вт. Имеется поддержка. Ну и сегодня речь пойдет о старшей версии серии, а именно Xiaomi 11ST Pro. С вами канал Техноум, поехали! Xiaomi 11T Pro поставляется с адаптером, кабелем USB Type-C. Для извлечения сим-карты также есть аджектор и защитным стеклом. Отличный комплект, можно сказать, а это на минуточку большая редкость в наше время. Гаджет можно купить в голубом, белом и сером цвете. Оперативной памяти будет 8 или 12 гигабайт. Встроенной флеш-памяти 128 или 256 гигабайт. Корпус с закругленными углами высотой 164, шириной 76 и толщиной 8,8 мм. Весит 204 грамм. Смартфон имеет все, что нужно требовательному пользователю. Два динамика, три микрофона, два слота для сим-карт, ИК-порт и многое другое. Справа имеется кнопка питания, оснащенная сканером отпечатков пальцев. Гаджет работает под управлением Android 11 с MIUI 12.5.5. Тут все типично для старших Xiaomi, за исключением отсутствия флагманских супер-обоев. И без помощника Mi ALE, конечно, который по-прежнему недоступен в Европе, что огорчает. Со звуком, если не сетовать в очередной раз на отсутствие разъема, у Xiaomi 11T Pro все хорошо. Необходимые профили передачи данных высокого качества по Bluetooth 5.2 есть. И APTX HD, APTX Adaptive и LDAP. Теперь самое главное, это цена. Xiaomi 11T Pro можно приобрести за 53 тысячи 828. Более продвинутая модификация, 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт своей флэш-памяти стоит 59 тысяч рублей. Давайте посмотрим основных конкурентов. Итак, как всегда я захожу на e-каталог, нажимаю смартфоны от компании Xiaomi. И я воспользуюсь подбором по параметрам. Итак, производители у нас Xiaomi. Также у нас в топовой конфигурации встроенной памяти должно быть 256 гигабайт, а вот оперативной 12 гигабайт. Как мы видим, e-каталог нам предоставил всего лишь 6 моделей. Показать. Это Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Black Shark 4 и вот, пожалуйста, Xiaomi Mi 11T Pro. Как мы видим, стоимость его составляет от 52 тысяч до 60 плюс-минус. Давайте сравним цены. M-Video предоставляет нам за 56 тысяч смартфон. Eldorado тоже самое. Связной тоже самое и так далее. Но некоторые интернет-магазины предоставляют за 51 тысячу данный смартфон. Также мы можем посмотреть реальные отзывы пользователя, что очень удобно. Но давайте же сравним данный смартфон с конкурентами OnePlus 9 Pro. Ну вот, давайте с ним и сравним. Нажимаем сравнить. Сравнить. И мы можем тут легко сравнить два смартфона. Плюс-минус, тем более у них стоимость практически одинаковая. И как мы видим, тут есть окошки, где у нас другой цвет. То есть данный смартфон намного выигрывает своего конкурента. Ссылочка на Xiaomi 11T Pro будет в описании под видео. Установлен, что немаловажно, плоский дисплей на 6,67 дюйма. Выполненный по технологии AMOLED. С частотой обновления 120 Гц. Экран прикрыт самым прочным на данный момент защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Стекло должно без последствий выдерживать приземление с высоты менее 2 метров. Высоко точная калибровка изображений под технологией True Color передает картинку в цветах наиболее близких для восприятия глазами и удобных для обработки фотографий. Максимально возможная яркость изображения достигает 1000 нит. А как мы знаем, такой показатель можно увидеть только в дорогих моделях. Предусмотрена функция DC DIMING, устраняющая мерцание экрана, но снижающая частоту показа новой картинки. Она снижает нагрузку на глаза в условиях плохой освещенности. Тачскрин сенсорного экрана работает со скоростью 480 Гц. Имеется поддержка формата HDR10+. Но самое интересное для меня это, конечно же, технология MEMC, которая обеспечивает плавный показ видео. Как это работает? Например, фильм со стандартной скоростью 24 кадра в секунду будет построен под частоту обновления 120 кадров в секунду. Что, по крайней мере, на мой взгляд, является большим плюсом. Xiaomi 11T Pro получил флагманский чипсет с применением 5-нанометрового техпроцесса от компании Qualcomm. А именно Snapdragon 888, вышедший в конце 2020 года и ставший базой для топовых смартфонов 2021 года. Он имеет одно ядро Creo 680 Prime Cortex-X1 на 2.8, три ядра Creo 680 Gold Cortex-A78 на 2.4 и четыре ядра Creo 680 Silver Cortex-A55 на 1.8 ГГц. Ну и еще одна фишка смартфона, это аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой ультра-быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Кстати, зарядка входит в базовый комплект от 0 до 100 за 17 минут. Как заявляет сам производитель, так оно и есть, что очень, на мой взгляд, круто. При этом беспроводная зарядка не поддерживается. Опять же, необходимый компромисс для разграничения с флагманским Mi 11. Ну, конечно же, чуть-чуть осадок есть. Xiaomi отвечает, что несмотря на столь высокую мощность, после 800 полных циклов зарядки аккумулятор смартфона сохранит 80% своей емкости. В смартфоне установлена отличная основная камера на 108 Мп технология SuperPixel, снижающая визуальный шум, улучшающая цветность и яркость деталей. Сенсор выступает Samsung Kizosel HM2. Его мы видели в Redmi Note 10 Pro совсем недавно. Сенсор получил отдельные пиксели размером 0,7. Его сопровождает объектив со светосилой f1.9 и эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм. Используется фазовый автофокус, оптической стабилизацией, что расстраивает. К сожалению, нет. В систему объективов еще входит сверхширокоугольный на 8 Мп с углом обзора 120 градусов и макрокамера 5 Мп с автофокусировкой кадра. Фронтальный объектив с разрешением 16 Мп также заслуживает внимания. Предусмотрено много режимов для съемки. Ну что же, ребята, с каждым годом компания Xiaomi удивляет своих потребителей и, можно сказать, своих фанатов. Она выпускает очень и очень крутые смартфоны на любой вкус. Но меня расстраивает, что все-таки приходится отдавать немало денег. Но за такие технические характеристики можно и заплатить такую сумму. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео ставим лайки. Подписываемся на канал. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok